Школьный лагерь Факел В 1956 году у нас лагерь функционирует. На данный момент у нас посещают лагерь 80 воспитанников. У нас 4 отряда по 20 человек. На территории лагеря есть все необходимое для комфортного пребывания в нем. Школьные кабинеты переоборудованы в комнаты отдыха, а столовая обеспечивает полноценным питанием. Факел – это хороший вариант для многих родителей, которым, как и Юлия Исаковская, важно, чтобы ребенок находился всегда в поле их зрения. Моя дочь уже четвертый год ходит в пионерский лагерь «Факел». Ей здесь очень нравится. И мне очень нравится, что ребенок не проводит все свободное время на улице, а проводит в занятиях, в общении с другими людьми, с другими детьми. Выстраивает отношения, значит, ну, естественно, подвижные игры, бассейны. Это очень хорошо укрепляет ребенка. В лагере у ребят нет времени скучать. Каждый день расписан по часам. На протяжении всей смены дети несколько раз посещают местную библиотеку и музей в НИИГАЗа. Но утро у них всегда начинается с традиционной линейки, зарядки и занятий по декоративно-прикладному искусству, танцам или плаванию. Мне больше всего нравится в лагерь ходить, потому что здесь больше друзей, играть можно, прыгать, бегать. И больше всего играть в пионербол вообще здорово. Валерия Чудакова считает, что нужно развиваться во всех направлениях, поэтому посещает все лагерные кружки, стараясь раскрыть в себе новые способности. Я тут отдыхаю второй год, я хожу в лагерь. И мне тут нравятся интересные занятия по рукоделию, по танцам у нас занятия, по английскому языку. Ребята активно участвуют в спортивных мероприятиях, веселых играх, творческих концертах и интересных конкурсах, таких как, например, «А ну-ка, мальчики». Каждый мальчик должен быть смелым, сильным, благородным. И поэтому мы сегодня с вами узнаем, кто же из вас настоящий защитник. Этот конкурс объединил в себе сразу несколько разнообразных познавательных и спортивных игр. Свою ловкость мальчишки должны были проявить в баскетболе, знания викторини, а творчество в рисовании. Победителя определила компетентная жюри, посчитав очки, набранные во всех испытаниях. В итоге Эрик Данилян стал обладателем главного приза настольной игры. Стоит лишь раз попасть в этот мир детства, как захочется возвращаться в него снова и снова. Ведь лагерь – это маленькая жизнь, наполненная яркими впечатлениями, которые, несомненно, останутся в памяти на долгие годы. Анастасия Воронина, Александр Будников, Ольга Садовская, Видное ТВ.